Всем добрый день! С вами программа «Звезды русского мира» и у меня в гостях всемирно известный белоначалист Сергей Антонов. Добрый день! Добрый день! Я предлагаю наших зрителей познакомить с вашей видеовизиткой, которую мы сейчас внимательно все посмотрим. Сергей Антонов родился в Москве в семье музыкантов-белоначалистов, окончил Московскую консерваторию, лауреат целого ряда международных конкурсов. Сергей один из самых молодых победителей международного конкурса имени Чайковского. Сергей выступает с ведущими российскими и европейскими симфоническими оркестрами, дает концерты в США, Канаде и большинстве европейских стран и странах Азии. Музыкант активно гастрелирует по городам России, участвует в многочисленных фестивалях и проектах, является арт-директором международного музыкального фестиваля «Зимние крезы». Вы же еще, собственно говоря, тот самый человек, который его и придумал. Да. Ну, я инициировал создание фестиваля, потому что, мне кажется, не очень правильно говорить, что я его придумал. Я инициировал создание, а дальше вокруг собралось большое количество людей, которые стали придумывать все это. Ну, они же собрались вокруг вас, согласитесь, потому что у вас была идея, и все, команда собралась достойная в этом смысле, и они же вас поддержали. Команда создалась не просто достойная, а великолепная, которая проводит чудовищное количество работы. Фестиваль – это наш праздник ежегодный. Он придумывался как «Зимние грезы», как какое-то молодое праздничное событие зимнее. Почему зимнее? Потому что как-то так сложилось. Новый год – мой любимый самый праздник с детства. То есть вы любите зиму? Я зиму люблю, да. Вы зимний? Ну, как-то так сложилось, что да. И по образу жизни, и по своим увлечениям. Я с детства катаюсь на горных лыжах, я хожу в горы. То есть это вот моя среда снежная. И вот мы задумали такой праздник. И он уже в четвертый раз случился. Я так понимаю, что это же всегда аншлаги, скорее всего. Слава богу, да. Ну, потому что когда привозят известных художников в картины, галереи, что западных, что российских, в Третьяковке всегда очереди. Что касается музыки классической, есть ли у нас такое культурное голодание, ждут ли наших, ну, как бы, таких вот артистов, как вы, так же с нетерпением, как художников? Замечаете ли вы такую тенденцию? Вы знаете, хочется думать, что да, но, к большому сожалению, в реальной жизни это не совсем так. Почему? Дорого стоят билеты? Или людям не нравится? Нет. Как вы думаете, что это может быть? Московская публика, которую мы очень-очень любим, но, тем не менее, московская публика не так проста в завоевании, что хорошо, потому что такое количество культурных событий, какое происходит в Москве, наверное, ни в одном городе мира не происходит. Поэтому и наша ответственность заработать доверие. Мы с удовольствием это делаем. Это просто очень непросто сделать. И первый фестиваль шел очень сложно, второй чуть-чуть полегче, третий еще чуть-чуть полегче, сейчас еще чуть-чуть полегче. И это все наши творческие задачи, они, кажется, очень-очень часто людям кажется, что вот мы вышли на сцену, у нас проходят три концерта традиционно, пока на данный момент. Три дня, да. И очень часто людям кажется, что вот мы вышли на сцену сыграли концерты, и вот он фестиваль. На самом деле, выход на сцену и эти наши концерты, это, наверное, я не знаю, 10% от работы, которая проделывается фестивалем. Сколько участников? Это же из разных стран? Или это только в России? Участников у нас всегда много, у нас разные участники из года в год, не только из России. И если мы, допустим, назовем, у нас в этом году была премьера, первое исполнение в Москве вилончельного концерта Баруха Берлина. Это израильский композитор, он был в зале. Очень сложно, особенно к нашим российским музыкантам, потому что они пользуются бешеным успехом по всему миру, все. Поэтому, как бы вот говорить, что это наши, а не наши российские, но это звезды, которые мерцают по всему миру с разницей в день. То есть вот у нас сыграл, и уже на следующий день человек где-нибудь в Японии концерт играет. Где лучше принимают вас, как вам аудитория, где более благодарный слушатель? Я уже поняла, что Москва это вот тот редкий случай, когда избалованная аудитория и нужно что-то новое всегда покорять. Но ведь вопрос ведь не только в технике, потому что она у вас безупречна, иначе вы не были бы так знамениты по всему миру. Избалованная публика, дело не в этом, она не принимает холодней. Наша московская публика, слава богу, принимает нас очень тепло. Знаете, очень часто мне задают вопрос, где принимают и как принимают. Мы любим публику любую и везде. Мы благодарны, искренне благодарны, я абсолютно не кривя душой говорю, каждому человеку, который приходит в зал. Для нас каждое лицо в зале, каждый занятый стул – это праздник. То есть мы всегда говорим, что вот у нас два концерта проходят в большом зале консерватории. Это 1400 мест. Но если к нам придет 10 человек, это тоже будет консерватор. То мы будем играть абсолютно точно так же. Просто совершенно другое ощущение у нас, когда мы выходим в зал на 1400 мест, и он полный. Но я вот сейчас предлагаю вам представить, что это консерватория. 1400 мест зрителей взять свой прекрасный инструмент и что-нибудь нас порадовать своим произведением. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Я показываю, что это консерватория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу сказать только браво, потому что для меня это абсолютно неведомый инструмент. Почему именно виолончель? Как так? Звезды сошлись? Кто? Почему не скрипка? Она же поменьше, компактнее, удобнее. Почему виолончель? Виолончель, потому что я из семьи виолончелистов. Мой, к сожалению, покойный папа всю свою жизнь проиграл на виолончели. И моя мама Мария Журавлева, она преподает виолончели в Центральной музыкальной школе уже более 35 лет. И она приняла такое героическое решение меня учить сама. В музыкальном, профессиональном мире я, соответственно, могу сказать, что это приравнивается к сумасшествию. Буквально, ну, конечно, не единица, есть очень много династий музыкантов, но это не означает, что родители учили своих детей сами. Ну, и не всегда означает, что дети выберут именно то же направление. Кто-то, наоборот, глядя на родителей, готовит. Нет, понимаешь, что это адский труд? Безусловно. При наличии таланта надо, конечно же, постоянно трудиться. Это же сколько репетиций? Сколько часов в день вы тратили на обучение? Вы знаете, это даже... Об этом даже говорит, конечно, вся жизнь положена. Вся жизнь. Поэтому все вращается вокруг профессии, вся жизнь вращается вокруг профессии, все детство вращается. Главное, да, когда вот это то время, когда закладывается база техническая на инструменте, музыкальное образование. Поэтому она приняла решение меня учить. Она учила меня первые 12 лет. И, конечно, благодарности моей границ нет, потому что сильно позже с возрастом только осознаешься. Какой был правильный выбор? Даже не в правильный, а какой был труд адский положен. То есть вы всегда путешествуете? У вас всегда один инструмент? Он с вами всегда с собой? Да. Он делается по заказу для вас? То есть как это происходит? Мой инструмент был сделан в конце 19 века, поэтому это не я, моя семья. Инструмент мне купил очень много лет назад. Страшно. Ну, не страшно сказать, а я с этим инструментом уже 21 год. Соответственно, когда вы летаете, вы не сдаете его в багажное отделение? Нет, он летает рядом со мной в отдельном кресле. И у музыкантов всегда так получается, что мы ищем, конечно, мы ищем подходящий инструмент. Вот бывает, это все равно человеческие отношения, в любом случае. Если вы поговорите с любым человеком, который играет на струнном инструменте, это мы инструменты одушевляем. Да. Поэтому мы... Ну, еще не зря говорят, что виолончельная игра это поет, потому что она очень сильно похожа тембрально с вокалом. С голосом. Один из тех немногих, да. Ну, любой струнный инструмент. Мне не хочется обижать никакие инструменты, любой струнный инструмент. Мы не обижаем их, мы пока хвалим только его. Вот. Но, во-первых, это очень долгий путь музыканта, струнника найти свой инструмент. Потому что это, как я и сказал, абсолютно человеческие отношения, и они либо складываются, либо не складываются. Иногда они складываются на какое-то время, иногда они складываются на всю жизнь, иногда они вообще не складываются. Но вот вы можете... Понятно, что я знаю очень много историй, когда пианисты не могут играть за другим роялем, и они всегда... У них, когда приезжают на гастроли, у них есть определенный райдер, что им должен быть только вот такой и никакой иначе, потому что они не смогут. В вашем случае вы просто со своим инструментом сами приезжаете. Да, да. А другой, вот, например, ну, в теории представьте. В теории я, конечно, могу. Своим инструментом может случиться все, что угодно. Это раз. У очень многих музыкантов есть запасные инструменты, потому что... А у вас он есть? У меня есть еще один инструмент. Но он просто на всякий случай. А импровизация, возможно? Вы что-нибудь нас еще порадуете сегодня? Нет. Я просто не знаю, насколько это корректно говорить про импровизацию. Ну, импровизации у нас как таковой нет. Все-таки мы классические музыканты, потому что я, на самом деле, очень серьезно к этому отношусь. В том смысле, что импровизация... О нас очень часто спрашивают, например, ну, вот вы играете на инструменте, пишете ли вы музыку? Я музыку не пишу, потому что у меня нет образования в этом. Точно так же импровизация. Она в слове импровизация, а на деле это большой труд. Это хорошо подготовленная программа заранее. Это хорошие пазлы. Не обязательно. Не то, что, например, джазовые музыканты, они играют то, что они уже отрепетировали. Они импровизируют, но они умеют это делать. Это большое мастерство, и я преклоняюсь перед этим мастерством. Это совершенно другой склад ума. Но сам по себе виолончель без других инструментов, без оркестра не может так хорошо звучать. Ну, в смысле, концерт, это же не важно. То есть, есть сольная партия, но все равно же какая. У нас очень большой, ну, не очень большой, но довольно... Я сегодня и пока ехала на программу, слушала концерт, и прям увидела ваше... Ну, прям слышала, наслаждала. Я не смогла посмотреть, потому что была за рулем, но я прям наслаждалась вашей сольной партией. Я подумала, ну, как же вот виртуозные люди, я бы так не смогла. Ну, это, опять же, надо понимать, что это уже даже в моем случае не годы, десятилетия потраченные на это. Но, тем не менее, у нас довольно широкий сольный репертуар, то есть просто соло-виолончель. Очень много композиторов писали для сольного виолончеля, в том числе и Бах, который написал 6 вид для виолончели соло. Вы много путешествуете по России и по глубинкам. Я не буду задавать вопросы, где лучше принимают, они, понятное дело, что везде хорошо. Да. Но просто иногда бывает, что какие-то, например, там виды концертов не принимаются регионами в силу там разных причин. Ну, потому что все, что далеко от центра, всегда немножко, ну, долго доходит к глубинке. Ну, тут нельзя сказать, что у нас, нельзя не сказать то, что большое, огромное количество и государственных организаций, таких как Московская филармония. И не государственных организаций занимаются тем, что возят музыкантов по регионам. В филармонии существует огромная федеральная программа в поддержку этого. Они помогают. Не все, к сожалению, не все регионы могут позволить себе даже финансово. И, например, филармония проводит филармонические сезоны. Это по всей стране выезжают солисты филармонии. Это все делается с поддержкой государства. И это правильно, по-другому не может быть. То есть есть совсем маленькие филармонии, к сожалению, с недостаточным финансируемым. И туда нужно привозить музыкантов. Мы ездим очень много, играем везде. Это одна из моих любимейших таких историй. И одно из мест, которое меня в какой-то момент, я там уже несколько раз был, привело просто в восторг. Это город Снежинск. Это закрытый город. И там существует какая-то сказочная женщина, которая сделала первую в стране некоммерческую филармонию. Это значит, что это не государственная филармония. Мы туда ездили, играли. Это какая-то фантастическая история. Насколько мне известно, вы номинированы на 62-ю премию Грэмми. Расскажите об этом. Когда будут результаты или это было в прошлом и ничего не получилось? Результаты уже были, мы, к сожалению, ничего не получили. Расскажите про номинации. Потому что это все равно очень здорово, что вы даже смогли попасть туда как номинант. Это означает, что вас признают как музыканта, иначе бы этого не произошло. Вы знаете, да, номинации у нас, к нашему большому удивлению, получилось три. Это... Это же по концерту Рахманинова, я так понимаю, да? Это трио Рахманинова, это фортепиано и трио Рахманинова, да. Это мое любимое трио, которое в Америке существует. Фортепиано и трио Эрмитаж. Это все наши российские музыканты, так или иначе оказавшиеся в Америке. Но не потерялись мы друг от друга. Для нас это огромное завоевание. Конечно. И мы гордимся этим просто безумно, потому что Академия звукозаписи американская – это серьезная очень организация. И для нас это очень важно, потому что мы... Это наш дебютный диск, как трио. И мы, конечно, обратились к музыке Сергея Рахманинова, потому что... И то, что этот диск привлек такое внимание именно с музыкой Рахманинова и получил три номинации – для нас большая честь. Это гордость, да. Этим можно гордиться абсолютно точно. Да, мы... Вот тут я без ложной скромности скажу, что мы прям гордимся этим. Вот знаменитый вокалист у Рахманинова, да? Вот так. Про вокалиста существует замечательная история, когда Рахманинова жил в Нью-Йорке. Он похоронен под Нью-Йорком. Я не знаю, правда это или нет, насчет истории, что кто-то репетировал вокалист на скрипке. И в доме, где он жил, он прям подошел в квартиру, постучал, зашел, сказал, что вы все неправильно играете, сел за рояль, при этом не сказав, кем он является. И он саккомпанировал скрипачевый вокалист, потом встал и сказал, вообще-то это мое любимое произведение. Где вы живете большую часть времени? В России или в дурбежон? Я живу большую часть в Америке, но, знаете, мы живем в 21 веке, это абсолютно не имеет никакого значения. Я всегда так говорю, я живу в 10 часах от Москвы. Сел в самолет, через 10 часов. Что для вас, вот, русский дух? Ну, судя по тому, что вы были номинированы в Грэмми именно с Рахманиновым, это для вас многое, значит. Я вам больше скажу, мы еще больше гордимся тем, что мы были номинированы за музыку Рахманинова. Объясню почему. Потому что количество записей три у Рахманинова, если не сказать, что оно чудовищное по количеству, ну, уже я не знаю, кто не записал три у Рахмана. Подходили к этому очень романтично и серьезно, на самом деле. К вопросу, что такое русский дух, русская, да? Это душа. Это наша душа, наше сердце, наш вот этот огонь, который ничем не поменять. Его и не надо менять ни в коем случае. И мы вложили всю нашу душу в этот диск, именно потому, что мы хотели показать нашего Рахманину, другого Рахманину, может быть, отличающегося от кого-то. У нас, например, выходила критика, там, нам говорили, что вот трио Эрмитаж играет там на пять минут дольше. То есть нас уже сравнивают до того, что просто по времени, да, то есть такое количество записей. И нам было очень приятно, что нас критики, международные критики, американские критики, европейские, выделили именно за звук, за интерпретацию, за душевность нашего исполнения. Так что... Это важно, конечно. Это важно. И мы, на самом деле... Это, видимо, было основой, почему все-таки решили вас номинировать, потому что не все достойны. Ну, мы были номинированы, кстати, по разным параметрам. Мы были номинированы за лучшее исполнение камерной музыки, это наше. Потом мы были номинированы за лучшую звукорежиссуру, это заслуга нашего звукорежиссера. И наши продюсеры диска были номинированы как продюсеры года, это их заслуга. То есть, на самом деле, для нас это очень важно, что номинировали всю команду главную, да, исполнителей, звук и продюсеров. У каждого музыканта есть какие-то свои праздники. Я, насколько я знаю, можете разведить этот миф, что существует День музыкантов, День виолончели 29 декабря. Так ли это? И как он, ну, как бы для вас существует этот праздник, не праздник, и ну что это? Или это просто очередной миф о том, что вот есть там день, ну, как бы, да, есть разные дни, День студента, День виолончелиста, День шахтера. В данном случае что? Вы знаете... Потому что, ну, как бы я сама не музыкант, но я просто внимательно решила, думаю, да, я посмотрю, что происходит с этим. И обнаружила этот фанк. Это очень интересно, что вы спросили, потому что я, например, про это узнал в этом году. Я никогда не знал, что это существует. Есть 29 декабря, я все прочу. Я прочитал в соцсетях, что я, честно говоря, был даже немножко удивлен, потому что непонятно, что с этим делать. Я безумно рад, что такой день существует, но как его праздновать, я, честно говоря, не знаю, потому что у меня каждый день виолончели. Точно так же, как у скрипачей каждый день скрипки. У всех наших остальных коллег. Это прекрасно, что существует такой праздник. Я не знаю, они как-то там... Видимо, он для других более важен, чем для самих музыкантов. Ну, это здорово. Расскажите о своей благотворительной деятельности. Я знаю, что вы... Я слышала, что вы дарили, помогали детским домам. Ну, просто расскажите поподробнее, что это... Или это не самая лучшая тема? Не самая лучшая тема, потому что про нее... Потому что это начинает звучать как заслуга, а это не должно звучать как заслуга. У нас не так много возможностей им помочь. И когда она бывает, мы это делаем так. Мы это просто делаем. Потому что у нас нет никакого фонда, на который мы бы собирали деньги. У нас нет никакой благотворительной организации, о которой бы мы говорили. И правильно эти люди делают, которые создают эти организации. Они... Ну, у каждого свой путь. Вы для себя приняли решение помогать так, как вы умеете и хотите. Это абсолютно... И можете. Ну, потому что это важно, собственно говоря. Да, но благотворительность это не... Если это не фонд, вот, например, там, фонд Чулпана Хаматова, ну, это просто машина такая, которая... Вот это правильно, так должно быть. У вас по-другому это тоже... У этого фонда другие возможности, да. То есть мы можем там... Если бы я действительно занимался серьезной благотворительностью, я бы с вами сейчас говорил, что вот фонд, нам нужна поддержка, финансы и так далее. Поскольку это все делается отлично. Мы вот, например, взяли там в какой-то момент... Взяли учеников школы ЦМШ и привели их в консерваторию, например. Не потому что мы им помогали, а потому что просто детишки, они вот посмотрите. Вы, насколько я знаю, кроме того, что виртуозно владеете инструментом, вы еще практикуете как дирижер. Что вам больше нравится и всегда ли так происходит, что музыканты бывают с дирижерами или в обратном порядке? Насколько я понимаю, что это не совсем распространенная практика, но тем не менее... Вот к вопросу о том, что вы спросили, играю ли я на каком-то другом инструменте. Вот я начинаю, я только еще начинаю. Я совсем... У меня очень мало опыта. Для меня это увлечение, это не профессия, но это совершенно другой инструмент. Любой оркестр, любой коллектив, это совершенно... Палочка, это совершенно другой инструмент. Я к этому шел очень долго и очень давно хотел этим заниматься. Но меня очень часто спрашивают, что... Когда узнают, что я занялся дирижерами, то говорят, ну, все с этим. Нет, нет, не все. Ни в коем случае. Для меня это абсолютно параллельные нервы. Не взаимоисключающие вещи, конечно. Это, с одной стороны, один большой мир, с другой стороны, это совершенно параллельные миры, которые... Для меня исполнительство и моя карьера исполнительская – это самое главное. Просто потому, что я это очень люблю и потратил на это большую часть своей жизни. Как вы выживаете, что вы делаете для того, чтобы в этом ритме вашей загрузки гастролей выглядеть и чувствовать себя хорошо и по-прежнему взять инструменты и сыграть виртуозно? Потому что поющие артисты, у них есть там определенная история, они понимают, что они должны обязательно беречь там голос, не говорить накануне, обязательно выспаться, и у них есть финиатор всегда рядом с ними, потому что потерять голос – это, ну, все, это беда-беда. В случае с музыкантом, как вы? Ну, понятно, наверное, скорее всего, бережите руки. Он не настолько хрупок, как голос, все-таки действительно голос можно повредить, буквально там, выйдя из подъезда на мороз, и все. Не говоря про нервы. Практически у всех музыкантов есть какие-то свои традиции, какие-то свои ритуалы, которые кому-то надо поспать, кому-то надо поесть. Утро музыканта ваше, с чего оно начинается? Ну, у меня… День, ну вот, утром проснулись, что это? Ну, утром свои, например, я в день концерта, к примеру, я не ем вообще. Я не могу, потому что это меня расслабляет, это как-то приводит немножко тонус, снижает. То есть у меня вот весь день кофе, 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 кофе. На сцену артисты… Ну, и артисты точно так же поющие, они не могут, ну, насыты… А кому-то, вы знаете, я знаю, как-то невозможно. Я не могу петь, когда я, ну, сытый желудок, мне нужно на голодный желудок выступать. А кто-то, я знаю, большое количество музыкантов, кому-то надо за час, ровно за час до концерта съесть вот такой полукилограммовый стейк, например. Ну, да, у каждого свои. Кто-то, кому-то банан, кому-то чай черный. Это все иногда звучит немножко, что он говорит, вот надо чай там с лимоном, который порезан. Ну, вот так. У каждого свои традиции. У каждого свои. Но надо понимать, что любые артисты, музыканты, актеры, мы вкладываемся в это, используя чудовищные ресурсы организма. Чудовищные. И иногда это очень плохо, к сожалению, заканчивается трагически. Этому примеры есть. Примеров очень много. И мы невольно на эту тему думаем, потому что трагедии случаются с музыкантами, актерами очень рано. У нас нет переключателей, которые говорят, стоп, хватит. Иначе сейчас будет инсульт, инфаркт, еще что-то. Ну, у спортсменов, в общем, так и та же. Ну, спортсмены, да. Они, мне кажется, еще раньше выходят из строя. Ну, это, поскольку мы говорим про искусство, мне это ближе. Ну, спортсмены то же самое, да. А спортом? В вашей жизни есть спорт? В моей жизни спорт был всегда с детства. И я, честно говоря, без него не могу. Опять же, да, возвращаясь к тому, что каждый человек по-своему переживает свою деятельность. Моя деятельность у меня лично, там происходит следующее, я много очень в своей жизни на эту тему думал, там происходит следующая история. Я выхожу на концерт, отдаю чудовищное количество энергии, а она делает энергия моя, которую я отдаю, ровно 180 градусов назад и врезается обратно в меня. Поэтому мне надо ее куда-то девать, потому что иначе можно с ума сойти со всем этим. То есть я, например, могу прийти после концерта и казалось бы, что уже с ног валишься, еле-еле вообще до дома доходишь. Потом до шести, до пяти-шести часов утра просто ничего, и ничего с этим не можешь сделать. И мне надо чем-то, вот куда-то это все деть. И, например, горные лыжи в моей жизни с 11 лет. Катаюсь я на лыжах так, что со мной, например, никто кататься не может, потому что я катаюсь, но просто на убой. Люди говорят, что, слушай, ну что ты делаешь вообще? А я именно вот изнашиваю себя, и для меня это очень важно, без этого я лично не могу. И дальше я начал уже увлекаться такими более серьезными вещами, как альпинизм. Для меня это, помимо того, что для меня это источник взлокновения безумный, для меня это именно еще больший износ для того, чтобы я мог освободить место для следующих каких-то своих творческих планов. И очень хотелось бы в завершении программы получить от вас совет, рекомендацию для начинающих музыкантов, детишек и студентов, которые занимаются, иногда же бывает, хочется услышать какое-то слово, что они на правильном пути, что на самом деле можно быть музыкантом, успешным, и они могут посвятить этому все свою жизнь. Потому что иногда бывает, опускаются руки, и не хватает того самого слова, которое скажет, малыш, все хорошо. Ну, дети... Детям родители, но это больше, да. Музыкантам, которые уже в старшем возрасте, на самом деле, не одно, два слова. Любите и терпите. Потому что то, что попадает в нам в руки, в смысле профессии, это большая ответственность, очень тяжелый труд. Иногда действительно опускаются руки и у меня тоже, я вам скажу. И у очень многих моих коллег, профессионалов, к сожалению, к большому ощущение ставить нашу профессию под вопрос, к сожалению, невольно присутствует практически всегда. И огромная заслуга наших семей, жен, детей, мам, пап, друзей, коллег... Точнее, не ответственность, а помощь. Поддержка. Это поддержка, когда уже хочется сказать, что... Ну все, больше завязываю. Да. То поддержка наших всех, кто рядом с нами находится, она, конечно, очень важна. И, соответственно, аплодисменты в зале вашего слушателя. Мы делаем огромное количество ошибок. Мы экспериментируем. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Кому-то понравилось, как сыграл, кому-то не понравилось, как сыграл. Но перед тем, как вот у нас, поскольку соцсети развиты очень-очень сильно, и у нас очень большое количество, как мы их называем, диванных экспертов, которые имеют на все свое мнение. Знаете, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Конечно, у нас стандарты есть, но перед тем, как человек, который не пошел на концерт, потом в категоричной форме высказал свое мнение, ну, я благодарю этого человека за его мнение. Но приходите. Если все, что мы делаем, если все это происходит в пустом зале, то для чего мы это делаем? Мы делаем это для живых людей. Потому что любой человек, находясь в любой точке мира, может поставить запись и послушать то, что ему хочется, послушать великих, послушать уже тех, кого нету с нами в этом мире. Но вы ее послушайте два раза, и она будет одна и та же. А мы на концертах живые все. Мы на концерты выходим с таким настроением, с таким настроением, со звуком. Эта профессия существует, как и любая другая профессия в мире искусства, существует для живого исполнения на сцене. Поэтому мы всегда говорим, приходите, смотрите, слушайте. Мы надеемся, что вам понравится, но если не понравилось, то понравилось и в следующий раз понравится. Дети, нам нужна молодая публика. Нам нужна... Потому что это поколение, которое после нас, как будет выходить на сцену, так и будет садиться в зал. Для этого не надо быть профессионалом, для того, чтобы пойти и послушать музыку Битхойна, или музыку Чайковского, или неважно никого. Нужно это любить. Заставить это любить мы не можем. Мы можем только предложить. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пошли к нам в гости. Спасибо вам. С нами был всемирно известный вилончарист Сергей Антонов. Спасибо. Спасибо.